эдгар аллан по король чума аллегорический рассказ с чем боги в королях мирятся что приемлют то в низкой черни гневно отвергают трагедии о ферекси и пирекси однажды в царственные доблестные эдуарда 3 в октябре 2 матроса с торговой шхуны независимые плавающие между славой темзы и а тогда стоявший на темзе около полуночи к своему величайшему изумлению обнаружили что сидят в лондонском трактире веселый матрос приходе святого эндрюса это убогая закопченная распивочная с низким потолком ничем не отличалась от любого заведения подобного рода каким они были в те времена и все же посетители расположившиеся в ней причудливыми группами нашли бы что она вполне отвечает своему назначению наши матросы люди простые и не мудрящие тем не менее представляли собой весьма занятную парочку один из них тот которого не без основания прозвали дылдой был как будто старше своего спутника и чуть не вдвое выше его из-за своего огромного роста в нем было футов 6 половиной он сильно сутулился впрочем излишек длины слегка искупался нехваткой ширины он был до того худ что как уверяли товарищи пьяный мог бы служить флагштоком на мачте отрезвый сойти за бушприт но ни одна из подобных шуток не вызывала даже тени улыбки у этого матроса у него был крупный ястребиный нос острые скулы круто срезанный подбородок запавшая нижняя губа в глаза на выкате большие белесые казалось ко всему на свете он относился с тупим безразличием причем лицо его выражало такую торжественную важность что писать или воспроизвести это выражение невозможно второй матрос тот который был моложе являлся его полной противоположностью рост матроса едва достигал четырех футов приземистое нелепое туловище держалась на коротких и толстых кривых ногах куцые руки с массивными кулаками висели наподобие плавников морской черепахи маленькие бесцветные глазки поблескивали откуда-то из глубины нос утопал в лиловых подушках щек толстая верхняя губа покоясь на еще более толстый нижний придавало его лицу презрительное выражение а привычка облизываться еще подчеркивала его нельзя было не заметить что дылда вызывает в нем удивление насмешку он поглядывал на своего долговязого приятеля снизу вверх точь-в-точь как багровое закатное солнце смотрит на крутые склоны бен невис и странствия сей достойной парочка из трактиров трактир сопровождались в тот вечер самыми невообразимыми происшествиями распивочный веселый матрос друзья явились без гроша в кармане запасы денег даже самые солидные когда-нибудь да истякнут в ту минуту с которой собственно и начинается наш рассказ дылда и его дружок хью смоленый сидели посреди комнаты положив локти на большой дубовой стол и подпирая ладонями щеки скрытые огромные бутылью теле который они успели выпить но не оплатили приятели взирали на зловещие словам мела нет что означало нет кредита выведенные к их величайшему изумлению и негодованию над входной дверью тем самым мелом наличие которого отрицалось не думайте что хотя бы один из этих детей море умел читать по описанному способность читавшиеся в те времена простым народом не менее магической чем дар сочинительства но буквы как хмельные делали резкий крен в подветренную сторону а это по мнению обоих матросов предвещало долгое ненастье волей-неволей пришлось тут же как аллегорически выразился дылда отскачивать воду из трюма брать паруса из гитовы и ложится по ветру и матросы расправившись наскоро с остатками или и затянув шнурки коротких курток устремились на улицу несмотря на то что хью смоленый дважды снул голову в камин приняв его за дверь наши герои благополучно выбрались трактира и в половине первого ночи уже вовсю прытнеслись по темному переулку к лестнице святого эндерфса на встречу новым бедам и упорно преследуемые разъяренной хозяйкой веселого матроса в эпоху которой относился этот богатый происшествиями рассказ по всей англии и особенно по ее столице долгое годы разносился душераздирающий опыль чума лондон совсем обезлюдил а нет он совсем обезлюдил по темным узким грязным улицам переулком близ темзы где как полагали и появился вризрак черной смерти свободно разгуливал только ужас страх и суверия указом короля на эти районы был наложен запрет и под страхом смертной казни никто не смел нарушать их мрачные безлюди но не указ монарха невысокая застава перед зачумленным улицами не смертельная угроза погибнуть от без гомерской болезни подстерегавший несчастного который презрев опасность рисковал всем ничто не смогло спасти от ночных грабителей покинутые жителями дома хотя оттуда и был увезен весь скарб ворову носили железо медь свинец словом все что имел какую-нибудь ценность каждый год когда снимали застава оказывалось что владельцы многочисленных тех местах лавок стремившиеся избежать риска и хлопот связанных с перевозкой напрасно доверили замком засовом и водойным погребом свои обширные запасы вин и другие спиртных напитков впрочем лишь немногие приписывали эти деяния рукам человеческим люди обезумели от страха считали что во всем повинно духе чумы и весы мировой азвы или демоны горячки я зачастно возникали ледяные кровь легенды и не отдалимый страх словно сам она окуталась издание находившиеся под запретом не раз случалось что ужаса вступили грабители он трепет и убежал оставляя безлюдившие улицы по всей заразы во власти заразы безмолвие смерти одна из тех зловещих достав которые ограждались очумленную район и внезапно выросла на пути дуды и его достойного дружка хью смоленого когда они спотыка избежали про переулку о возвращении не могло быть и речи нельзя было терять минуты так как преследователи гнались за ними по пятам да и что стоит настоящим морякам забраться на сколоченную наспех ограду и вот приятели разгоряченные быстрым бегом и вином уже перескочили барьер понесли дальше с громкими криками и пьяным гиканьем вскоре затерялись в либеринте зловонных извилистых улиц конечно если бы они не были пьяны до бесчувствия сознания безвыходности их положение парализовало бы их они и без того стояли не твердых ногах стало холодным растил дождь камни выворачены из мостовой валяясь где попало среди высокой цеплявшейся за ноги буйно разросшейся травы обломки домов завалили улицы кругом стоял удушливый смрад и при мёртве на бледном свете излучаем листом тлеотворным воздухом даже в самую тёмную ночь можно было увидеть то там то здесь в переулках и жилищах с выбитыми стеклами разлагающийся труп ночного разбойника настигнутого рукой чумы в ту самую минуту когда он грабил но даже эти препятствия и картину ужасов не могли остановить людей от природы храбрых отвага которых была к тому же подогрета елем и вот уже наши матросы пошатываясь и стараясь насколько позволялам алкоголь не уклоняться в сторону спешили прямо в пасть смерти вперед все вперед бежал грюмый долга пробуждая много голоса и тоскливое эхо своим диким гиконем напоминавшим военный клич индейцев вперед все вперед спешил за ним в развалку коротышках юс маленый вцепившись в куртку своего более предприимства товарища из глубины его могучих легких вырывались басовые ноты подобные бычьему реву еще более оглушительные чем музыкальные упражнения дыл и теперь приятели видимо добрались до главного плота чумы с каждым шагом воздух становился зловоннее и удушливее а переулки все более узкими и извилистыми с прогнивших крыш по кин поминутно срывались а громадные камни и балки а грохот с каким они падали свидетельствовал высоте окружающих зданий с трудом прокладывая себе дорогу среди развалин матросы нередко задевали рукой скелет для разлагающийся труп вдруг тогда они наткнулись на подъезд которого до высокого мрачного дома и у разгоряченного дылды вырвалась особенно пронзительный вопль в глубине здания раздался взрыв низ того высота нинского гогота и визга ничуть не испугавшись этого богата от которого в такое время да еще в таком месте у людей не столь отчаянных кровь застыла бы в жилах пьяницы очертя голову ринулись к двери с градом проклятый распахнули ее настиж и очутились в самом пекле комната куда они попали была лавкой гробовщика через открытый люк в углу входа был виден ряд винных погребов а доносившиеся оттуда хлопанье пробок свидетельствовал о том что там хранятся изрядные запасы спиртного посредине лавки стоял стол в центре которого возвышалась огромная катка наполненная по всей вероятности пуншем весь стол был составлен бутылками со всевозможными винами перемешку стали баклаги фляги кувшины самого разнообразного вида с другими спиртными напитками вокруг стола на козлах для гробов разместилась компания шести человек попытаемся описать каждого из них против двери на возвышении сидел по-видимому распорядитель пира он был высок очень тощ дыл да даже растерялся увидев человека еще более тощего чем он сам председатель был желт как шафран но черты его лица не привлекли бы внимание и о них не стоило бы упомянуть если бы ни одно обстоятельство лоб у него был до того безобразный и неестественно высокий что казалось будто поверх головы надета нечто вроде колпака или кивера в виде огромного нароста стянутый точно кисет валивший сирот улыбался с какой-то дьявольской приветливостью а глаза от действия винных паров казались истекленевшими как прочему всех сидящих за столом на этом джентльмене была богата расшитая мантия из черного бархата в которую он небрежно навернулся с головы до ног словно вы спать сынский плащ глава его была утыкана черными перьями какими обычно украшают катафалки и он непринужденно с фронтовым видом покачивал этим плюмажем из стороны в сторону в первую в правой руке распорядители сжимал берцовую кость которая видимо только что потехе ради огрел одного из своих собутыльников напротив спинок двери восседала леди наружность не чуть не менее ослабляющий будучи почти одного роста свыше писанным джентльменом она однако не могла пожаловаться на худобую явно мучила водянка к тому же в последней стадии фигуры этой леди больше всего походила на огромную бочку из-под октябрьского пива с пробитым верхом стоявший углу ее круглая как шар красное распухшее лицо отличалась той же странностью что лицо председателя вернее сказать и в нем тоже не было ничего примечательного кроме одного черты которая настолько бросалась глаза что не упомянуть я не невозможно наблюдательный хью смоленый тут же заметил что каждый из присутствующих отмечен какой-то нибудь чудовищной особенности словно он взял себе монополию на одну часть физиономии у леди который мы ведем речь выделялся рот он протянулся с зияющий щель от правого до левого уха и подвески и сюрек то и дело проваливались эту щель однако бедняжка из-за всех сил старалась держать рот закрытым уже очень ей хотелось сохранить тот величественный вид который придавал это тесной туго накрахмаленный тщательно от утюженный саван стянуты ушей батистовым гофрированным рюшем по правую руку от нее сидела миниатюрная молодая особа которые она видимо покровительствовал дрожь из худалых пальцев синего губ легкий лихорадочный румянец пятнами окрасивший свинцово-серое лицо этого нежного создание все говорило о том что у нее скоротечная чахотка в манерах молодой леди чувствовался подлинный хаттон светский тон с непри нужденной грации носила она свободная очень элегантная погребальную сорочку из тончайшего батиста волосы кольцами не спадали на шею на губах играл томная улыбка но ее нос необычайно длинные тонкий подвижный похожий на хобот весь в угрях закрывал нижнюю губу и несмотря на изящество с каким она перебрасывала у кончиком языка туда и сюда придавала лицу какое-то непристойное выражение по другую сторону стала на лево от леди страдающей водянкой расположился отекший страдающий астма и подагры старичок его щеки лежали на плечах как два бурдюка полный красного портвейна руки он скрестил на груди свою забинтованной ногу положил на стол и по всей видимости чувствовал себя очень важной персоной старичок явно гордился каждому диму своей наружности но больше всего он наслаждался тем вниманием какое вызывало пестрый сюртук еще бы сюртук этот наверное стоило ему больших денег и сидел на нем превосходно скроен был из причудливого расшитого шелкового шарфа каким обвивают шиты с пышными гербами которые в англии и других странах вывешиваются на домах старой аристократии рядом с ним по правой руку а председателя матросы увидели джентльменов длинных белых чулках и вязовых кельсонах он уморительно дергался всем телом приступе трясучки как определил про себя хью смоленый его гладко выбритые щеки и подбородок стягивала маслиновая повязка запястье ему так также связали и таким образом он был лишен возможности злоупотреблять горячителями напитками в изобилии стоявшие на столе предосторожность как подумал дэлда необходимое принимая во внимание бессмысленное выражение лица этого закоренела пенчуки которые я наверное забыл когда был трес но его гигантские уши уж никак не удалось бы связать и они тянулись вверх судорожно настораживаясь всякий раз когда хлопала пробка лицом к нему возлежал шестой последний собутыльник до странности деревенелый джентльмен он был разбит параличем и честно говоря должен был близко верно себя чувствовать своем неудобном хоть и весьма оригинальном туалете один он был новей шиньки нарядный гроб поперечная стенка не давила на голову это облаченного в групп человека нависшая подобно капюшону что придавал его лицо в неописуемо забавный вид по бокам гроба были сделаны отверстия для рук скорее ради удобства чем ради красоты при всем том наряд этот не позволял его обладателю сидеть прямо как остальные и лежа по углам 45 градусов откинувшись назад к стенке он закатывал к потолку белки своих огромных вытрущенных глаз словно сам бесконечно изумлялся их чудовищной величине перед каждым из пирующих стоял разбитый череп заменивший ему кубок над столом покачивался скелет он висел в веревке обвязанный вокруг ноги и подтянутый через кольцо в потолке другая нога отскакивала под прямым углом от чего костяк при малейшем дуновении ветерка проникавшего в комнату дребезжал подпрыгивал и раскачивался все стороны в черепе мерзостного скелета пылали угли они освещали всю эту сцену резко мерцающим светом между тем гробы и прочие товару похоронной конторы наваленные высокими кучами по всему помещению окон не давали ни единому лучу света прорваться на улицу при виде столь необычайно общество еще более необычайных одеяний наши матросы повели себя далеко не так пристойно как можно было ожидать дилда прислонивших стене у которой стоял шарку разинул рот нижняя губа у него отвисла еще больше обычного глаза чуть не вылезли за орбит ахаю присев на корточки так что носа оказался на одном уровне со столом и хлопая себя по коленам разразился неудержим мы совершенно неприличным смехом все же верзила председатель не счел оскорблением такую вопиющую неучтивость он милости улыбнулся низ ванным гостям и величево качнув головой утыканной траурными перьями поднялся и взял матросов за руки и подвел козлам который услужливо притащил кто-то из пирующих дилда без малейшего сопротивления сел куда его было указано между тем как галантный хью предвинул свои козлы поближе к миниатюрной чахоточной леди в погребальной сорочки весело плюхнулся рядом с нею плеснув в череп красного вина он осушил его за более близкое знакомство но возможностью такого знакомства было крайне рассержен деревенелый джентльмен в гробу и это привело бы к весьма неприятным последствиям если бы председатель постучав по столу своим жезлом не отвлек внимание присутствующих следующую речью мы считаем своим долгом в виду счастливого случая стоп серьезным видом прервал отдал да погоди говорю минутку скажи нам сперва что вы такие дьявол забери и что вы тут делаете разрядились как черти на шабаш почему хлебаете славное венцо и пиво которое гробовщику и лимбл честный мой дружок мы немало с ним плавали припас себе на зиму выслушав столь непозволительную наглую речь чудная компания пристала и ответила таким же неистовым богатом какой незадолго перед тем привлек внимание наших моряков первым овладел собой председатель и обратившись дыло и заговорил с еще большим достоинством мы готовы любезно удавствовлетворить любопытство наших именитых хоть и не прошенных гостей и ответить на любой разумный вопрос так знаете я государь этих владений и правлю здесь едина державна под именем король чума 1 эти покои что вы по невежеству сточли лавку и выла им было гробовщика человека нам неизвестного чё плебейское имя до сей ночи не скверняло наших королевских ушей это трудная зала нашего дворца которая служит нам для совершения совещаний сановниками а также для других священных и возвышенных целей благодаря леди что сидит напротив королева чума ее величество наша супруга а прочие высокие особы которые вы здесь видите члены нашего августейшего семейства все они королевские крови и носит соответствующее звание его светлость эрц герцог чума мор ее светлость герцогиня чума бубонная его светлость герцог чума смерч ее высочество чумная язва она ваш вопрос продолжал председатель по какому поводу мы собрались здесь мы позволим себе ответить что это касается исключительно наших личных королевских интересов и не для кого кроме нас значение не имеет однако исходя из тех прав на кои вы как наши гости чужеземцы иметь основания претендовать объясняем мы собрались здесь нынче ночью для того чтобы путем глубоких изысканий и самых тщательных исследований проверить испробуйте до конца распознать неуловимый дух непостижимые качества природы и бесценные вкусовые свойства вина или иных крепких напитков в нашей прекрасной столице делаем это не столько ради личного нашего преуспевания сколько ради подлинного благоденствия той неземной владычицы которая дарит царит над всеми владение кое безграничны ими же есть смерть имя же ей дэвид джонс крикнул хью смоленой наполняя вином два черепа для себя и для своей соседки нечестивый раб воскликнул председатель окидывая взглядом милейшего хью нечестивый жалкий ублюдок мы заявили тебе что из уважения к правам кое мы не склонны нарушать даже имея дело с такой гнусной личностью как ты мы снизошли до ответа на оскорбительные и дурацкие расспросы однако за то что вы так кощунственно вторглись сюда на наш совет мы почитаем своим долгом наложить штраф на тебя этого дружка вы должны стоя на коленях осушить за процветание нашего королевства по галлону рома смешанного спадок и после чего можете продолжать свой путь или остаться и разделить с нами все привилегии наше общество как это вам самим заблагорассудится никак невозможно отозвался долга достоинство с которым держался король чума 1 очевидно внушала дуде некоторое почтение он поднялся и опершись на стол продолжил с дозволение вашего величества невозможно это дело спустить в трюм хоть четверть того пойла о котором ваше величество сейчас изволил упомянуть не считая жидкости принятые на борт утром в качестве валаста не говоря были и других крепких напитках принятых нынешним вечером в разных портах мой трюм доверху полом пивом которым я нагрузился расплатившись за него сполна в трактире под вывеской веселый матрос так вот прошу ваше величество довольствоваться моими добрыми намерениям и я никоим образом не могу вместить себя еще хоть капли чего-либо а тем более этой мерзкой трюмной водички которая зовется ромом с патокой заткни глотку прервал их и смоленый ошарашенный столь длинной речи товарища еще более его отказом заткни глотку пустомели я скажу а я зря болтать не стану в моем трюме еще найдется место хоть ты видать и перебрал лишнее а что до твоей доли груза так я найду и для нее место ничего поднимать бурю это не отвечает смыслу приговора остановил его председатель наше решение как медийский закон она не может быть не изменено не отменено условия должны быть выполнены неукоснительно и без малейшего промедления а не выполните прикажем привязать вам ноги к шее и как бунтовщиков утопить вон в том бочонке октябрьского пива таков приговор правильные и справедливые прекрасное решение самое достойное самое честное и праведное хором запил очумное семейство на лбу короля собрались бесчисленные складки старичок с подагрой запахтел как кузнечные мехи молодая особа по грибальной сорочки вертела носом во все стороны леди в саване ловила ртом воздух словно издыхающая рыба а тот что был облачен в гроб лежал как колода и таращил свои чудовищные глаза хи 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 посмеивался хью смоленый словно не замечая общего волнения хи 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 я же говорил что мистер король стучал своей свайкой что такому крепкому мало награженному судно как мое ничего не стоит а прокинуть себя лишних два галлона рома с патокой ну пить за здоровье сатаны да простит ему господь стоя на коленях перед этим паршивым величеством когда его уверен что он еще больше грешник чем я и всего-навсего один хир ли гири ли комедиант нет дудки по моим понятиям это дело другого сорта и совсем не по моим мозгам ему не дали кончить и долго повел иметь тима хир ли гир ли все разом скачали измена закричала величество король чума 1 измена проскрепил человек с подагра измена взвизгнула и высочество чумная язва измена прошамкал человек со связанной челюстью измена прорычал человек облаченный в гроб измена измена завопила ее величество рот щели и ухватив злополучного хью смоленого сзади же штаны высоко подняла его и без всяких церемоний бросила в огромный открытый бочонок с его излюбленным октябрьским пивом несколько секунд он-то погружался на дно то всплывал словно яблоко чаши спуншем пока не исчез в водовороте пенистого пива которая забрали лил еще больше от судорожных усилий хью в виде поражение своего товарища в дело вмешался долговязый матрос столкнув короля чуму в открытый люк отважный был до с проклятием захлопнул за ним дверцу и вышел на середину комнаты он сорвал качавшийся над столом скелет и принялся молодеть им по головам пирующих да с таким усердием и добра совестности что с последней вспышкой гаснущих углей вышиб дух из-под а греческого старикашки навалившись потом изо всей силы на роковой бочонок с октябрьским пивом хью смоленым он тут же опрокинул его из бочонка холопила потоком к таким бурным и стремительным что сразу залило всю лавку от стенки до стенки уставленный напитками стол перевернулся козлы для гробов поплыли ножками вверх катка с пуншем скатилась камин и обе леди закатили истерикю оплетенные соломой фляги наскакивали на портвейные бутылки копки кружки стаканы все смешалось в общей схватке человек трясучка захлебнулся в тут же деревенелый джентльмен выплыл из своего гроба а победоносный дылда обхватив за талию могучую леди в саванне ринулся с ней на улицу беря прямой курс на независимую следом за ним чихнув три или четыре раза пыхтя и задыхаясь под легким парусами несех ее смоленой прихватив с собой и высочество чумную язву